Спектакль «Визит дамы» от Тольяттинского театра «Колесо», который вошел в 20-ку лучших театров России, сорвал шквал аплодисментов на закрытии фестиваля. Тема вечная о том, как сильна может быть месть обиженной женщины, если однажды судьба наделяет ее властью и богатством. Впрочем, заветную статуэтку получил все же мужчина. Актера Сергея Максимова жюри фестиваля признала лучшим в этом году за роль Альфреда Илла, того самого мужчины, которого фатальные ошибки молодости обрекли на смерть. Ну давай. Зови меня, как звал ты. Моя дикая кошка. Моя дикая кошка. Еще как. Моя колдунья. Моя колдунья. Театр должен жить в широкой среде. В широкой среде мирового культурного, театрального пространства. Регионального театрального пространства. Почему бы и нет. Это большая необходимость. Это не самый крупный фестиваль может быть. Это не самое высочайшее достижение может быть. Но двигаться в этом направлении необходимо. За лучшую женскую роль статуэтка досталась самарской актрисе Наталье Носовой за спектакль «Русский и литература». Гран-при фестиваля вручал Олег Фурсов. Актеры и зрители с нетерпением ждали оглашения результатов. Он обретает, конечно, популярность. Это видно и по аншлагам, которые были всю эту неделю. Это видно и по количеству тех театральных коллективов, которые приезжают к нам. Нас, конечно, это очень-очень рады, потому что наш город, город с хорошими театральными традициями. Ну а диплом Гран-при награждается спектакль «Господа Головлёвы. Пермский театр. Йонова-Занитина». Я очень надеюсь, что этот фестиваль будет долгие годы шеи и будет очень успешным. Спасибо. Расставаясь на хорошей ноте, актеры и зрители не прощались друг с другом, а говорили «увидимся через два года». Третья Волготеатральная состоится в 2017 году. Мариана Мирная, Максим Гусев. События.